Госдума отклонила законопроект о наказании за незаконное угощение. Госдума в первом чтении одобрила освобождение чиновников от ответственности за вынужденную коррупцию. Она же нечаянная коррупция, но это еще не весь этот пиздец новых загонов. Еще Госдума сняла возрастные ограничения для важных чиновников. Теперь они могут работать до смерти. Господа, всем привет! Вы на канале Свежак. С вами, как всегда, Чернокнижный с обзором интересных событий России. Не только устраивайся поудобнее, наливай чаечку и понеслась. Самые горячие новости еще впереди. Что же имеется в виду под вынужденной коррупцией? Закон, который освобождает чиновников, судей, прокуроров, военнослужащих и другие категории граждан от наказания за нарушение антикоррупционных норм. Если оно произошло по независящим от случающих обстоятельствам. К обстоятельствам, которые могут стать уважительной причиной для нарушения антикоррупционного законодательства, относятся стихийные бедствия, в том числе землетрясения, наводнения, ураганы, а также пожары, массовые заболевания, забастовки, военные действия, террористические акты. Кроме того, нечаянная коррупция возможна в условиях, введенных органами власти ограничительных мер. Однако, к независящим от физического лица обстоятельствам не могут быть отнесены регулярно повторяющиеся прогнозируемые события и явления, а также действия самого чиновника, судей и так далее. И еще там сказано про митинги. Я так понимаю, если вдруг недовольные граждане вышли на мирный митинг, высказать свое мнение, то чиновник, нечаянно обогатившийся, дергает из страны, так как у него уже есть двойное гражданство, мы знаем сами, у кого есть двойное гражданство, и крупные банковские счета. А когда митинги заканчиваются, можно съехать на том, что, мол, случайно, испугался, уехал, а теперь вот все утихло и обратно вернулся. Я нечаянно, вы простите, если что. Но это как в «Двенадцати стульев», помните? Заведующий вторым домом Старса Беса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Он крал постоянно и постоянно стыдился. Кстати, совсем недавно на Дальнем Востоке был случай. Там 28-летний пьяный паренек ограбил с ножом зоомагазин, вынес аж 700 рублей и клетку с попугаем. Да, да, клетку с попугаем. Он хотел попугая подарить своей девушке. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Нечаянным это преступление уже никак не назовешь. Госдума приняла президентский закон, снимающий возрастные ограничения для гражданских служащих, назначаемых и отстраняемых от должности главы государства. Поправки на эту тему ранее внес Владимир Путин, предложивший изменить закон о государственной гражданской службе РФ. Ранее документы были установлен предельный возраст. Пребывание на 65 лет с возможностью продления до 70 лет. Однако, иногда... Страна 70, у Байдена до 87, и ничего. Ладно. Однако, иногда необходимо продлить срок госслужбы наиболее опытным, высококвалифицированным руководителем и после достижениями 70-летнего возраста. Говорится в пояснительной записке. Поэтому глава государства предложил, чтобы возрастные ограничения в исключительных случаях не распространялось на назначаемых им чиновников. Полномочный президентом президента в Госдуме Гарри Минх ранился из клуб депутатам, что закон не планируется применять широко. Не планируется применять широко. Речь идет именно о точечных решениях. Он уточнил, что чиновников, которых назначает и снимает с должности президент РФ, чуть более 400 человек. Минх ожидает, что новый закон коснется несколько человек в ближайшие 4 года. Он также заверил парламентарию, что при принятии кадровых решений сохранится весь набор квалификационных требований к тем, кто работает на таких должностях. Сто лет соточку подтянуться. Че бы нет, а? Вполне себе нормальное решение для ценных кадров. А что? Вы могли бы себе представить чиновника со стажем работы в 70 лет? Так вот теперь это реально. Реальность. Мечты сбываются. Вы только... Только не наши. Вы только представьте. Володина в 95 или Шапошников в 110 лет, который гордо восседает на трибуне и отстаивает мнение народа. Ох, лютая смесь. Как пишет РБК, Блумберг отнес Россию к горячим точкам по росту цены на продукты. Мировые цены на продовольствие достигли максимума за 6 лет. Последствия роста будут длиться дольше, чем пандемия коронавируса, и выйдут за ее рамки, пишет агентство Блумберг. Влияние роста цен на продукты в мире окажется неравномерным. Но наибольший резонанс он вызовет в таких, называемых, горячих точках. Горячих точках. В крупнейших странах со средним уровнем дохода населения, жители которых тратят на еду большую часть потребительской корзины, пишет Блумберг. К числу таких стран относятся Россия, Бразилия, Нигерия, Турция и Индия. Мне не совсем понятно, почему в этом списке нет Америки, Японии, Китая, Англии. Они что, там большую часть своих доходов на продукты не тратят? Или вовсе не едят? Но хорошо, что у нас есть наши защитники народа, которые днями и ночами следят за стабильностью в нашей стране и исполнением всех законов. Депутат Госдумы от Единой России выступил с предложением ввести наказание за провоцирование роста цен на продукты питания в стране вследствие распространения прикрупных новостей об этом. Короче, соответствующий законопроект уже разработан парламентариями, сообщая без вести. Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов. Мясо, молоко, сыр, яйца, масло и так далее. И распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары. Один из факторов резкого ценового скачка – распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост стоимости продуктов или создание дефицита, пояснил свой депутат. Так значит, дело-то не в низких доходах и высоких ценах на продукты или в перебоях по обмену сырьем в дни лютой пандемии и закрытых границах. Опять эти иностранные агенты, запланившие регионы России, орут о фейковом росте цен. Тем самым вызывают настоящий рост и дефицит. Но тогда надо вводить уголовную ответственность за низкие зарплаты тоже, потому что все это ложь. С высокими зарплатами жаловаться на подорожание продуктов уже точно не будешь? Как мы с вами, а? Развенчали мошенников. Предлагаю закончить выпуск рассказом о храбром моряке ВМС Таиланда, который спас четырех рыжих котят с тонущего судна. Его прозвали Человек-плод. Моряк вплавь отправился за котятами, которые жались друг с другом, сидя на палке. Моряк по одному перевез их на корабль на собственных плечах. Так что не только наши участковые спасают гусей с вертолета. Моряки ВМС Таиланда тоже красавчики. Есть добрые люди на этом свете. Понравился выпуск? Ставь лайк, подписывайся, пей в колобл, чтобы не пропустить обзор интересных событий в России и не только. Субтитры создавал DimaTorzok